Доброе утро! Гуден Морген! Только хотел я сказать, уже думал, ладно. Хорошо. Хорошо, да, когда вечером виделись, утро видимся опять, приятно быть вместе, и в моменты, когда заканчивается прославление, жалеешь только о том, что мы ограничены временем. Но я думаю, что всякий раз, когда мы здесь прославляем Господа, это такая слабая репетика того, что будет на небесах. Нам это нас ждет Вечность. Никуда не спешим. Никаких нужд. Никаких проблем. Свят, свят, свят. Хилей, 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 хилей. Аминь. Аллахуя. Мы вчера немножко так затронули тему о новом творении. И знаете, когда мы размышляем о самих себе, и о том, какие мы, какая наша жизнь, как мы можем видеть, что есть много негативных частей нашей жизни. И первое, что происходит с верующими, это когда люди со стороны, или не верующие, или угрыбые, может быть это соседи, может быть это сотрудники, или те, кто с тобой учится, или те, кто с тобой учится, они замечают, что с тобой что-то произошло. Когда они меркнут, что с тобой что-то происходит, или происходят, и обычно они замечают какие-то внешние изменения. И meistens меркнут, какие-то внешние изменения. Уверовал, бросил курить. Манн из глобища geworden, раук нечьме. Избавился от алкоголя. И отбавился от алкоголя. Стал одеваться по-другому. Зателся от другого. Стал разговаривать с людьми как-то иначе. Редит с людьми как-то иначе. И тому подобные вещи, правда же? И вы знаете, что это очень хорошо. Я хочу обратить внимание на то, как это происходит. Я хочу обратить внимание на то, как это происходит. Мы иногда пытаемся, каких-то людей изменять. Манчем мы пытаемся, какие-то изменения. И влиять на них. И их влиять на них. И оказать какое-то давление. И каким-то, 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 Хочешь ты или не хочешь Твоя жизнь изменится Ты начнешь делать много всего такого Чего ты не делал раньше Ты никогда не думал о прививках к каким-то животным Никогда не думал, что вставать в 6 утра и выводить эту псарню на улицу куда-то Ты будешь этим заниматься И тому подобные вещи, правда? С появлением этого животного в доме Твоя жизнь меняется Но ты не меняешься, но ты не меняешься Часто мы можем наблюдать Что люди меняются внешне Но самое важное Это важное, что происходит внутри Когда мы вчера говорили о том, чтобы облечься во Христа Это значит веру и принять Его Слово Это значит веру и ходить из дня в день Это значит веру и ходить из дня в день Когда мы меняемся внутри Когда мы меняемся внутри Они живут, они думают, они верят по-разному Но они leben и думают, они верят по-разному И дать ему хороший запах И он будет среди всех таким же И он будет среди всех таким же Но мы знаем, что внутренне Но мы знаем, что внутренне Это человек совершенно другой И наша задача и в нашей жизни Это самое важное И наша задача, чтобы перемены случились внутри И тогда эти перемены, они выйдут наружу И тогда эти перемены И тогда эти перемены И я увидел интересные вещи, которые написаны Именно на эту тему Давид написал в 22. Псалме Ой, Давид, простите Это Притча Соломона 22. Притча Первый стих написано Доброе имя лучше большого богатства И добрая слава лучше серебра и золото Не самый глупый человек на земле Он оценил И он говорит, знаете Имя, хорошее имя, доброе имя Оно стоит дороже золото Я знаю много людей И один из первых этих людей Это я сам И один из первых этих людей Это я сам О котором долгое время говорили В основном плохое Я мог бы сказать, что моё имя Оно не доброе Я могу сказать, что моё имя Я всё радикально поменять Я всё радикально поменять И вы знаете, я так и сделал И вы знаете, я всё радикально поменять И когда обо мне всегда говорили На родительских собраниях На линейках И там было ещё десяток таких же И там было ещё десяток таких И там было ещё десяток таких Малолетних преступников Это были такие маленькие преступники Постоянно что-то делали Какие-то происшествия Има haben die irgendwas ausgeheckt Игент вас Что-то в школе взрывали Поджигали Ломали Били стёкла Капутт gemacht Scheiben ausgeschlagen Александр меня понимает Александр versteет mich Er hebt die Hand И думаю, я всегда слышал от родителей О том, что ну вот Как так? Ты позоришь нас И я всегда слышал от родителей Да, как так? Да, как так? Да, как так? Да, как так? Это советское время Это советское время, знаете Das ist die sowjetische Zeit, wisst ihr? Родители поднимают На собрании На заводе И при всех им делают Выговор За то, что у них Сын Ну вот имеет такое Мягко говоря Нехорошее поведение Они müssen aufstehen vor allen Menschen И они kriegen Это Уброт geschмот Как так? Как так? Как так? И если он И так? Я слушал дома И у нас Я слушал Что О том, какой я плохой Девят Лекцион Как так? Как так? Как так? Я решил Я изменю это И все, что я делал Негативное Негативное Я начал делать Наоборот В точность Когда никто Не хотел оставаться Убирать класс Я был тем единственным Идиотом Который оставался Когда никто Из учеников Не приходил На летний Ремонт Класс Когда Немного Никто не хотел Старест Немного Класс Но был один Но Игра 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 Что-то произошло За несколько месяцев Учебных Я получил Учителей Такое доверие Игра 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 Все это было нечестное. Все это было чистой воды вранье. Я играл в такую игру. Я играл в такую игру. Внутренне, каким был бандитский настроен. Innerlich, в чем я был, я был встанем. Я начал зло употреблять. Для этого я втёрся в доверие. И из-за этого я втёрся в доверие. И в классе было хорошо, только таким же, как и я. И я увидел, как это работает, просто в жизни человека. Может человек что-то изменить в своей жизни без Бога? Ответ простой, да. Ты что-то можешь изменить. Но ты не можешь изменить самого себя. Но ты не можешь изменить. То, в чем мы живем, Нужно в радикальных изменениях. Они возможны только в Христе. И именно когда Христос нас изнутри, И только тогда, когда Христос нас изменить, эти перемены выходят наружу. Тогда сприделят эти изменения наружу. Когда я уверовал, и в моей жизни начали происходить перемены, и в моей жизни начали происходить перемены, я вдруг увидел эту разницу. Я увидел эту разницу. До того я был в церкви звонарем. Знаете, кола-кола, который... Девчонки, я в церкви звонарем. В церкви звонарем. Глокки конкретно. И я ходил в этой одежде цветной, знаете. Я ходил в этой одежде цветной, знаете. Во всем облачении, так сказать. Были серьезные мысли о монастыре. Я думал, моя жизнь, ну вот, она другая. Она не такая, как у тех, которые не ходят в церкви. И мне было бы, что это не так, как у тех, которые не ходят в церкви. И когда там пацаны договорились, сегодня движуха давай, где собираемся? Я собираю свою силу в Кулак, в Волю. Я говорил, нет, пацаны, я не иду сюда. Мишаня, ты что, приболел? Что случилось? Нет, я не хочу. А знаете, почему? Мне батюшка дал один такой интересный листочек. Святой Отец. И там было написано, что нужно делать. И там было написано, что нужно делать. Не убей, не украдить. Не убей, не украдить. Не тёте, не стеять. Не смотрю на непотребство. Не посещай больных в больницу. Кранки посещать, что вы понимали, что с лишним пунктом. Чтобы вы понимали, что с лишним пунктом. Я так серьезно решил, я это сделал. Это вам не в школе поменять настроение учителей. Я так начал делать. И я так решил. Мико позволять себя так жить. Вся братва шла в одном направлении. Мои камерады в одну сторону. А я шел в другую. И я думал, что я живу правильной жизнью. И я думал, что я живу правильной жизнью. Внутри я прекрасно понимал, что жизнь-то проходит. И я понимал, что жизнь-то вот там, как они живут. Я сидел, читал Требник. Это что такое? Требник. Так он переводится. Требник. И я думал, какой я все-таки Идиот. И я думал, почему мне это все-таки нужно? И я мучил себя так около двух лет. И так что я с 14 до 16 лет. И я занимался таким духовным самообразованием. В 14 до 16 лет. И я занимался таким духовным самообразованием. Знаете, что случилось дальше? Я сильно разочаровался. Потому что когда я споткнулся и упал. То, что я пришел к Батюшке и говорит, Батюшка, я не справлюсь этим. Прошла к Батюшке. Ничего не менялось, кроме количества Поклонов. Я понял, ну хоть на этом я могу выиграть, не обязательно делать тысячу, можно быть и с девятью сотнями. Это была хорошая зарядка. Гимнастика конкретно. Аэробика просто. Только музыки не хватало. Я настолько разочаровался тем, что я не могу достичь. Что я плюнул на все это дело. Я сказал, ну эти все радости. Мана, мана, ну как это? Вовер я на них все, с высокой колокольни. И знаете, с того момента, как я вот плюнул, принял решение. И знаете, с того момента, как я вот плюнул, принял решение. Я стал очень успешным мирским человеком. Жизнь наладилась. Жизнь наладилась. Родва радовалась, что я в компании. Жизнь наладилась. И мне, это, что я иду. Галерея. И, это было не 2.4 лет. И я встретился с одним человеком. И я встретился с одного человека, который в троллейбусе, громко, Иисус любит тебя! Иисус любит тебя! Иисус любит тебя! И у меня задача была. Взять этого человека, поскольку он не имеет. Приехал в Молдову. В 90-х. Дураку понятно, он с деньгами приехал. И нам было понятно, что они ему в принципе не нужны. Все равно с ними у нас ничего не сделаешь. А мы знали как и где сделать. Поэтому у нас был договор. Я должен был встретить немца. И довести его до точки, где его подразделят. Он был тогда в шикарной, такой черной, кожаной куртке. Он был такой солидный, что эта куртка висела как на плечиках. Это было понятно, не по размеру вообще человеку. Он был такой длинный, что эта яка как на плечиках у него на плечиках. Это было не на плечиках. Вы знаете, что произошло? А не было мобильных телефонов. Это было еще не так времени. Представляете, было такое время, когда не было мобильных телефонов. Мы звонили, там копеечку вставляли в такой ящик. Мы звонили, там копеечку вставляли в такую ящик. Hallo девушка! Hallo Freundin! Соедините с пятой. А, халло junge Frau! Ну, не все так плохо, конечно. Это не так плохо. И я не довел этого человека. Потому что то, что он мне начал говорить, это начало меня цеплять изнутри. Я не мог понять, почему я не могу справиться с этим. И я не мог понять, почему я не могу справиться с этим. А среди пути я вышел. И мitten на дороге я вышел. Я потом пешком дошел туда, где меня ждали. Я не мог объяснить, почему я один пришел. И за фуцей я к этому Трехпункту, где они на меня wartели. И я не мог понять, почему я сейчас не могу справиться с этим. И через несколько дней я на Евангелизации покаялся. И в пару дней я на Евангелизации покаялся. Мы ехали с моим товарищем, мы в транспорте. Мы ехали с моим товарищем, это был март месяц. Это был март месяц. 26. Март. 26. Март. Это был воскресный день. Это был последний день. Это было последнее собрание Евангелизации. Это был последний Евангелизации. И мы были в самой последней волне. В тот день четыре волны было покаяние. Четыре раза люди из зала поднимались на сцену. По 20, 30, 40, 50 человек. И мы ехали в транспорте. У меня было ощущение, что вокруг весь мир все изменилось. Все люди любят друг друга. Все хорошие. Все люди любят друг друга. Они даже не взяли за проезд в транспорте, потому что мы выглядили видимо как не совсем здоровые. Я готов был обнимать кондуктеры. Я был рад, чтобы Бусфаррер умереть. Так началась жизнь. И вот только тогда я начал понимать, что я не хочу быть там, где вот моя братва сейчас проводит время. Я вдруг понял, что мне не интересно было быть с ними. И это невозможно объяснить человеку, который никогда не переживал эти перемены внутри. Поэтому, когда я сегодня проповедую, когда говорю с неверующими, и они мне говорят, а я то не делаю, я это не делаю. Я в праведной жизни живу. Я в праведной жизни живу. Знаете, большинство из этих людей просто как собаки нацепят. Их что-то удерживает. Обстоятельства. Я видел ребят, которые начали с девчатами какими-то дружить, и те ставили им условия, если ты не бросишь курить, я не буду с тобой дружить. И ради них они бросали. Но стоило им поссориться, и все возвращалось. Были какие-то обстоятельства, которые их удерживали. Они были такими смешными. Они были такими смешными. Потому что они всегда хотели побыть в комнате, где курят. Потому что они всегда хотели побыть в комнате, где курят. Как рыбы, знаете, на мелководье. Курить не курю, хоть на дышусь. Если я не руку, то отмите, то отмите, что я не могу. Я часто встречаю, и это плачевно. Я встречаю с верующими, которые живут такую жизнь. Я встречаю с верующими, которые живут такую жизнь. Они живут, как собаки на цепи. Я не грешу, потому что боюсь, что меня Бог накажет. Я не грешу, потому что я не хочу обидеть Пастера. Хорошо, что ты не грешишь. Гуд, что ты не грешишь. Но плохо, что тебя мотив нет. Но плохо, что тебя мотив нет. Плохо, что это не реальная перемена внутри тебя. Мне нравится пример, который приводил Pastor T.B. Jakes. Мне нравится пример, что Т.B. Jakes. О двух разных Натурах. Если свинья попадает в грязь, в лужу. Она крюкает от радости. И когда это свинья в грязь, она хорошо себя чувствует, она хорошо себя чувствует. Но если в эту же грязь попадет Овца, она всячески пытается выбраться от него. Она всячески пытается выбраться от него. Это не ее среда обитания. Это не ее жизни. Она начинает орать. Она начинает орать. Прошите помощи. И она не получает никакого удовольствия в этом. Она не получает никакого удовольствия в этом. То же самое происходит с людьми. Если человек не пережил обновление внутри. Если не произошло для него грязь, это родная стихия, то есть дредь для него sein natürlicher Lebensraum. в то же самое время человек, который пережил обновление, это чудо, он из свиньи стал овцой. Из свиньи стал овцой. Овцой божьего стада. Ein шaf из свиньи из свиньи в грязь. Демократно, когда он попадает в грязь, он всячески пытается оттуда выбраться. Ему там некомфортно. Им есть это не очень комфортно. Это совершенно разные природы. И это совершенно разные природы. Когда это произошло внутри меня, когда это произошло внутри меня, я вдруг понял, вот где она разница. Да есть тот Unterschied. Между Религией, которая хочет, чтобы ты красиво выглядел, и Христианство, где Христос центр, где он является причиной изнутри, и там внешне люди могут выглядеть одинаково. Но когда они попадут в болото, все станет ясно. Даже когда болото маячит где-то на горизонте, одни говорят, о, нет, 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 спасибо. А другие говорят, о, нет, 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 нет. Wie lange habe ich darauf gewartet? Я хочу нацелить вас на то, чтобы ваша жизнь изменялась во Христе. Ich will euch eine Zielrichtung vorgeben, damit euer Leben sich in Christus verändert. Это очень важно. Es большого богатства. Добрая слава лучше серебра и золото. Гуде анмут квалитатив anders и в окружающем тебя люди это становится очевидным. Ди сеем дас дам. Если кто-то может плюнут и уйти, ты остаешься верным до конца. Ты будешь trotzdem трой bleiben до конца. Если кто-то может сказать оно мое, оно мне надо. Многие верующие говорят, кто если не мы. Это характеристика, которая отличает человека от всей серой массы. Ди Меншен давайте откроем первую книгу царств 29 главу. 1. Samuel 29 А израилетяне расположились станом у источника, что в Израиле. И израилетяне расположились станом у источника, что в Израиле. Может не обязательно переводить это, прочитать могут, все же читать умеют. Сократим просто время. Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские, что это за еврей? А Анхус отвечал князьям филистимским, разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как ни головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Интересная слава была о Давиде, да? Знали, кто такой Давид. И призвал Анхус Давида. И сказал ему, жив Господь. Ты честен. Давайте сделаем внимание или подчеркнем. Ласште uns hier aufmerksam sein. Он был у филистимлян. Он был в чужом стане. Он был в чужом стане. Вражеском стане. И когда они говорят с Анхусом, они говорят ему, слушай, стрёмно это. Они говорят, hör mal, это хомичный. У него слава серьезного бойца. Он серьезный воин. Он серьезный полководец. Он идет против нас. Он идет против нас. А что ему говорит Анхус? Жив Господь. Ты честен. И глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение. Ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром и не раздражай князей филистимских. Это очень интересная ситуация. Это очень интересная ситуация. Когда кто-то оценивает человека. И он используется такое слово, я не нашел. Это означает только одно. А он так и искал. Он искал, где же там за ковырочки. Он искал, где же там за ковырочки. Почему там так? И он говорит, я не нашел. И честен. Знаете, иметь репутацию честного человека очень непросто. Мы знаем, что любят ни за что. Мы знаем, что любят ни за что. А вот уважать. Но человеку можно только за что-то. Я не могу сказать, что я уважаю человека. И не могу сказать, почему. Если встречаются двое или трое людей, им нужно что-то вместе сделать, как-то проявить себя, после чего кто-то о ком-то сможет сказать, я этого человека уважаю. Сами, что я уважаю этого человека. Почему? Потому что он что-то сделал хорошо. Он повел себя хорошо. Он повел себя правильно. Он повел себя правильно. И уважение это результат твоих поступков. Это результат твоих поступков. Поэтому, когда мы встречаемся с руководителями, которых не уважают, это говорит только об одном. Они не сделали ничего, чтобы заслужить это уважение. Для того, чтобы нас уважали, нам нужно вести себя определенным образом. Мюссен, что мы в определенном образом. И когда происходят изменения внутри тебя, твои поступки становятся естественным результатом. Я буду заканчивать и послание Титу, вторая глава восьмой стим. Я буду заканчивать и послание Титу, вторая глава восьмой стим. 2.8. Нет, не то. Это в Библии. В Новом Завете. Это послание. Это когда посылают. Это больше. Есть? Слово здравое, неукоризненное. Я делаю ударение на этот отрывок. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Чтобы противник не имел, за что зацепиться. Чтобы не давать повод тем, кто его ищет. Чтобы не могли загрунтовать. Чтобы не было, за что зацепиться. И знаете, что интересно? Висите, что интересно? Писание нам открывает, что Дьявол воюет против Церкви. И он постоянно ищет, и он постоянно ищет. Как ужалить ее? Как ужалить ее? Как ужалить ее? Стехать? Как? Стехать? Пополняешь свой запас. И Писание открывает, что мы поражаем Дьявола в голову. И максимум прогресс, который может достигать Дьявола в голову. И это возможно только в одном случае. Если мы бежим от Него. Если мы бежим от Него. По другому до пятки, ну, никак. И это не вопрос времени. Иисус уже одержал Победу. Он уже восторжествовал собой над силами Зла. Он взял Дьявола как Пса и протащил его перед всеми Ангелами. Он восторжествовал над ним собой. Поэтому мы знаем, что Победа уже случилась. Мы уже имеем этот Титул, это Звание Победителя. Аминь. Мы иногда видим так, что верующие живут будто бы они все еще под Игом. Постоянно ждут какого-то плохого происшествия. Станды ждут какие-то плохие происшествия. Не может быть все хорошо. Это не может быть все хорошо. Обязательно вот должна начаться какая-то темная Полоса. Ну и тому подобные штуки. Бог дал нам Победу. Бог crowdsал отodo. Бог пришел Духом Святым в нас. Это тот же самый Дух, который воскресил Христа измертвых. Это тот же самый Дух, который обновит наши смертные тела. Это тот же самый Дух, который совершает глубокие перемены в наших сердцах. Это тот Дух, который делает нас сверхъестественными. Там, где обычный человек ничего не может сделать, мы сверхъестественно проходим ситуации. Мы сверхъестественно проживаем ситуации. Мы не боимся завтрашнего дня. Мы знаем, что завтра ждет нас только лучшее. Мы хотим идти завтра. Мы говорим людям о том, что быть верующим – это классно. Это благословенно. Это хорошо. Это процветание. Это достойно. Это честь, быть христианином. Называть себя именем Христовым – это привилегия. Говорить о том, что я в воскресенье в собрании – это гордость. А вот говорить, что в воскресенье по барам хожу. А вот это стыдобище. Нужно поменять приоритеты в голове. Писание говорит, так же и вы почитайте себя. Я смотрю на свою жизнь и я говорю, я не сожалею ни о чем. Я смотрю на свое Leben и говорю, я не боюсь ни о чем. Не было случайностей. Не было никаких ошибок. Не было никаких ошибок. Бог не дает нам жить, знаете, кубики бросай сегодня. А, ну иди налево сегодня. Бог не дает нам жить, что мы сегодня. А, сегодня мы будем жить прямо. А, сегодня мы будем жить. Убогий план для нашей жизни. Бога есть план для наших жизни. Воле Божья благая, угодная, совершенно верно. Он лучше нас все придумает. У него с Фантазией нет проблем. Он не имеет проблем с Фантазией. Пока я стоял в аэропорту, точно увидел вообще никаких проблем с Фантазией. Такого насмотрелся колоритой. Я был в шоке. Какие разные люди в шоке просто. Мы привыкли в городе, ну, все европейские типажи. Мы привыкли в городе, ну, все европейские типажи. Более-менее одинаковые. А там такой колорит. Конкретная Auswahl. Очень большая Auswahl. Просто вот. Ах! Когда мы начинаем проживать жизнь со Христом. Когда мы начинаем проживать жизнь со Христом. Мы делаем в Церкви имидж. Мы делаем для Церкви хорошую рекламу. Мы показываем, что наш Бог, которому мы верим. Мы zeigen, что наш Бог, которому мы верим. Он превосходный. Он превосходный. Как говорит один проповедник. Как говорит один проповедник. Как говорит один проповедник. Если бы нашего Бога поставить на аукцион Богов. он не боится этого потому что у него превосходство над всем он не боится чтобы мы пришли и выбрали между богами он лучше всех то что он сделал превосходнее чем кто бы то ни было а всех богаха которых мы слышим они были они жили и однажды умер наш бог воскрес и он живой а хорошо как поэтому когда мы живем с богом наша жизнь другая наше будущее совершенно иное мы радуемся наши дети получают совершенно другую мораль жизни они к людям относятся совершенно по-другому у них приоритеты в жизни иные они влияют на своих сверстников они понимают что они привилегированные люди и когда они смотрят что происходит с их сверстниками они могут сравнить их жизнь со своей и они могут сказать как хорошо что мы христиане вот это правильное жизнь не так как я встречаю иногда людей которые говорят не так как я встречаю они помогают они мягко и хороши я сейчас придумаю опять пастыр будет говорить это нельзя и я дружу и пастыр будет опять к этому и это не нужно Сейчас kommen solche. Ganz anders ist es, wenn du eine Beziehung mit Christus hast. Halleluja. Wir müssen in dieser Welt ein richtiger Bild von Christus vermitteln. Das ist jetzt letztes. Ich fahre in einem öffentlichen Verkehrsmittel mit einem Bruder. Ich meine, in meiner Einleitung ist es das Letzte. Also ich fahre mit einem Bruder im öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr wisst, was öffentliches Verkehrsmittel ist. Ein kleiner Bus. Ein Minibus. Und ihn nimmt ein Freund in Empfang. Und so, oh, hallo. Wir haben Sonntag, ich habe Geburtstag. Wir machen Grill. Und er hätte vielleicht anders reagiert, aber ich sitze ja daneben. Und es fängt an, so ein schüchternes Mädchen. Ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht. Und ich sage, nee, Bruder, bei dem klappt es nicht. Er geht zum Gottesdienst. Wer? Ich sage, er. Er. Er ist schon zu ihm. Na какое Söber? Und er sagt schon zu ihm, zu was für einem Gottesdienst? Na ja, ich gehe so dahin. Da sind Gläubige versammeln sich. Bist du krank? Dann nee, hör auf. Und ich sehe, der könnte platzen. Der schämt sich so sehr in alle Richtungen. Und ich sage zu dem Jürgen, was ist mit dir? Kannst du nicht öffentlich sagen, dass du gläubiger Christ bist? Ich sage, du musst wissen, dass du gläubiger bist. Er muss wissen, dass du gläubiger bist. Jeden Sonntag geht er in die Gemeinde. Er glaubt an Jesus Christus. Du weißt, dass jedes Wort, als ob man ihn immer tiefer, immer tiefer in die Erde macht. Aber ich weiß, wofür ich das mache. Weil nächstes Mal, der andere kommt. Und die merken auch alles, was ich sage. Nach einem Monat, sagt er, treffe ich ihn wieder. Die sind nach einem Monat, treffen die sich wieder. Und der, über den ich erzählt habe? Скажем, Gizzi Schurup. Wasse. Nein, warum Wasse? Georgi Bardur, например. Der heißt zum Beispiel Georgi. Aurel, пусть будет. Есть Aurel hier? Nein. Und der andere Aurel, damit wir verstehen, wie gemeint ist. Aurel. Klasse. Aurel. Aburel. Aurel auf Moldavisch ist zolatist. Aurel ist auf Moldavisch und der andere Aurel. Goldschirmand. Aber es gab Menschen, die in diesem Namen nicht guter Image haben. Wie Ham, ja? Er wurde im Namen auf Moldavisch. Und der andere fragt ihn. Он говорит, ты что, серьезно с верующим? Ему уже заднюю включать некогда. Он говорит, я набрал воздуха в легкие. Он говорит, да. Он говорит, да. Он говорит, блин, так жалко, говорит, мы реально другим. И с этого момента он перестал получать предложение, пойти куда-то с компанией. И от этого момента он не получал больше, никаких больше он не получал. Он не получал больше, он не получал больше, и у нас их и без того нет. У вас тут много в магазинах. И я каждый раз вспоминаю эту историю. И я каждый раз думаю, как бы я себя повел в такой ситуации. И когда приходишь и знакомишься с новыми людьми, первое, что ты заявляешь, это решает многие вопросы. И это решает многие вопросы. Я верующий. Я верующий. На таможне подходит, что у вас в сумке? Я говорю, личные вещи. Таможня. А сигареты? Ам зол, ам зол, fragт man, «Вас habt ihr им гепэк?» Я пирсюнльхи сахан. Я пирсюнльхи сахан. Пирсюнльхи сахан. А есть сигареты? Апирсюнль? Я говорю, мы верующие. Я говорю, мы верующие. Не будет контрабанды. Мы по-честному не везем никакой контрабанды. Мамалыга не считается. Это не контрабанда. Поэтому я говорил, что они не шмуглеры. Вот человек одним словом, понимаете? Почу из-под ног выбил. Сорок лет я ел мамалыгу. Это шмугль какой-то. Ну что это такое? Спасибо. Я зато перевел. Я не знаю, теперь я буду в депрессии еще, пока домой не приеду. Как нашмуглюсь там дома. Дорогие мои. Быть христианином. Это благословение. Давайте мы встанем и скажем, Иисусу спасибо. Ласши нас наступить. И дам Иисусу спасибо за то, что у нас есть такая привилегия. Аминь. Господь спасибо тебе. Господь спасибо тебе. За эту благодать. За эту благодать. Что мы можем называться и быть твоими детьми. Господь спасибо тебе. Господь спасибо тебе за то, что ты наш Отец. Ты отдал своего сына за нас. Ты искупил нас. Ты приобрел нас дорогой ценой. Ты приобрел нас дорогой ценой. Мы не безразличны тебе. Мы не безразличны тебе. Ты сделал нам жизнь. Ты дал нам будущее. Ты принес нашу жизнь радость. Ты дал нам надежду. Ты hast uns Hoffnung gegeben. Мы имеем будущее. Мы имеем будущее. Аллелуя. Ты указываешь нам на вечную жизнь. Ты стал этим залогом вечной жизни в нас. Аллелуя. Боже, спасибо тебе. Дай нам дерзновение. Дай нам открытые уста. Господи, чтобы мы везде и всегда были твоим светом. Были твоими устами. Которые будут говорить Евангелие. Были твоими руками. Чтобы прикасаться к жизням людей. Аллелуя. Боже, мы хотим являть Твою славу. Мы хотим являть Твою любовь. Мы хотим, чтобы люди знали, что Ты есть Бог любви. Аллелуя. Ты объемлешь нас. У тебя достаточно в сердце места для каждого из нас. Аллелуя. Прославься, Боже. Через наши дела. Через наши поступки. Во имя Иисуса. И пусть имя Твое будет превознесено. И весь народ скажет. И весь народ скажет. Аминь. Когда бесноватый в Генесарияской земле Киргизинский. Киргизинский получил освобождение. И это видел город. Это видел город. Он сказал Иисусу, я хочу идти с тобой. Он сказал Иисусу, я хочу идти с тобой. Господь. Расскажи всем. Расскажи всем. Что сделал с тобой, Господь. Расскажи всем. Все, что произошло в твоей жизни. Все перемены, которые происходят у Бога. Расскажи об этом. Расскажи об этом. Расскажи об этом. Расскажи, которые должны благоуствовать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Спасибо. Спасибо. Пастор Михаил. Пастор Михаил. Давайте чуть-чуть присядем. Ласто нас noch kurz. Не на тапу, но присядем. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо. Пастор Михаил, Наташа. И все наши группы, которые из Молдавии были. Давайте мы хорошо поблагодарим им, Харминь. Ласто нас дам. Скажем огромное спасибо. Danke euch. Я уверен, что нам было с ними хорошо, а им с нами еще лучше. И я уверен, что нам было с ними хорошо, а им с нами еще лучше. Вот. Некоторые познакомились еще ближе. Менча. 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 Поэтому слава Богу за этот праздник, который был. Deshalb праздник, который был. Deshalb праздник den Herrn für diesen Fest, das stattgefunden hat. Вот. В этом году у них им будет 25. В этом году у них будет 25. Гебутстаг. Вам вместе со мной. Спасибо, что не забываете, что я еще там какую-то часть. Я с ними вместе со мной. Спасибо, что не забываете, что я еще там какую-то часть. Не позволю. Не позволю. Хорошо. Мне хочется еще что-то сделать. Нам же хорошо было, правда? У нас было очень хорошо, правда? Вот. А им было очень хорошо, потому что они трудились с утра дороже. Они репетировали тут и бегали. И снова репетировали. И снова пробовали. Служили нам. И уложились по полной, насколько было возможно. И мне хочется сейчас собрать пожертвования. И мне хочется сейчас собрать пожертвования. Мы сегодня не собирали специально. Heute haben wir extra noch nicht gesammelt. Потому что все, что мы сегодня соберем, мы хотим передать как благословение для них в дорожку. Моцентр. Мы хотим передать как благословение для них в дорожку. Вот. Поэтому мы сегодня не собираем для церкви. Deshalb мы не собираем для церкви. Мы сегодня собираем благословение. Мы собираем для церкви, чтобы им в дорожке было веселее. Потому что дорожка им обошлась немало денег. Потому что дорога им обошлась немало денег. Вот. И мы как бы на этом хорошем тоне хотим передать привет. Вот. В Молдову туда, там не вся церковь приехала. Груст nach Молдавии. Так что визите от нас горячей, братской, христианский привет в Пельце нашей церкви. Вот. Ну и что еще можно сказать? Что мы еще забыли? Мы вас любим, да. Это вы должны почувствовать. Это вы должны почувствовать. Да. Мы сейчас, у нас будет возможность, мы кушаем вместе, общаемся. Поэтому не расходитесь. Давайте мы встанем и принесем наши пожертвования. И молдаване хотят уже поиграть. Они аж прям не могут. Вот. Хотят, чтобы под музыку, под молдавскую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Принеси то, что ты хочешь благословить. И мы благословим братьев наших и сестер. Пусть Господь хранит вас в дороге. Но мы еще, мы еще имеем возможность, побыть вместе. Мы еще имеем возможность, побыть вместе. Пообщаться. Gemeinschaft zu haben. Вместе покушать здесь в обед. Zusammen essen, Mittagessen. Вот. А вечером мы сегодня хотим вот с ними пойти в монгольский ресторан. Так что если у кого есть желание и возможность, можете присоединиться после 18 часов. А на 18.00, если кто-то хочет, он может также присоединиться. К 18.00 мы хотим туда пойти. Там еще пообщаться. Все желающие, пожалуйста. Хорошо. Давайте мы на хорошей ноте закончим. Бог верный, что обещал, исполнить. Бог всемогущий, и с ним возможно все. Днем спасенье, надежда вечной жизни. Бог подарил нам радость и любовь. Бог нам дарует благословения, открывает нам небеса. Бог наполняет в стыд и щедрость, дает нам силу процветать. Бог нам дарует благословения, открывает нам небеса. Бог наполняет в стыд и щедрость, дает нам силу процветать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Процветать Даёт нам силу Процветать Четры Даёт нам жизнь С испытком Бог неизменный Он вечный И живой Даёт нам Святость Величие И сила Он подарил нам В сердце Дух Святой Бог нам дарует Благословения Открывает нам Небеса Бог наполняет И сыплет щедро Даёт нам силу Процветать Бог нам дарует Благословения Открывает Открывает нам Небеса Бог наполняет И сыплет щедро Даёт нам силу Процветать Даёт нам силу Процветать Даёт нам силу Процветать Бог верный Открывает 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 Открывает